Друзья, мои гости канала, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик, с вами Ветет на связи. Ребят, сегодня отправляемся в лес к людям леса, которые живут в лесу на Минской свалке. Сегодня грустная новость. Умер Денис. Денис, его кто-то звал боксер, кто-то Тайсон, 35 лет, молодой пацан. У меня есть интервью с ним, ссылочку оставлю в описании канала, можете посмотреть. Один раз единственное удалось за с ним снять ролик, и вот молодой пацан, он умер. И сегодня люди леса обсуждают эту печальную грустную новость. Вот, и я сегодня для вас заснял вот такой вот контент, где соберутся две Лены, Денис, и, в общем-то, будем все это обсуждать. Друзья мои, ну, а чтобы не попадать в сложные жизненные ситуации, первый хороший совет, не пейте. И есть у меня еще один для вас совет. На Дзене есть классная девчонка, которая публикует юридически всякие статьи, жилищные проблемы, юрист-консультант, ведет свой канал, публицист, пишет статьи, снимает ролики. И если у вас есть какой-то вопрос нерешенный, всегда ответит на ваши вопросы. Вот мне помогает с моим малым бизнесом, чтобы я перешел на новую ступеньку, так сказать. Помогает оформить некоторые документы в сфере ИП. Очень грамотный специалист. Рекомендую подписаться на Яндекс.Дзен, у нее канал, обязательно посмотреть. Также в дальнейшем тоже ее буду еще рекламировать. Потому что в Белоруссии практически никто ничего бесплатно подобного не делает. Это очень важно, друзья мои, что кто-то сегодня что-то может сделать для вас абсолютно бесплатно. Так что, пожалуйста, переходим по ссылочке в закрепленном комментарии, подписываемся. И мы с вами перемещаемся в лес обсуждать грустную и тяжелую новость. Лисок, а в леску Ленок. Привет, Лена. Привет. Как твои дела? А что ты делаешь? А из собаки по... Ошейник. Ошейник. Чтобы собаколовы не отлавливали. Ну. А отлавливают, приезжают. Ну, приезжают, да. Много? О, Громик, привет. Это же Громик, правильно? Который раз. Что ты какого-нибудь подкрылся, блин? Не мог мне полпопы меня откусить. А мне кусается не будет. Ага, кушать хочет. Ты кормила? Я привез. Люди на рынок приходили. Дали чуть-чуть денежков, я чуть-чуть добавил своих, так. Я купил все, как заказывали. Спасибо. Молоко. Да. Молоко, батон, кефир. А где вторая Ленка? Я ей пиво, бутылочку она напросила. Я не знаю. Сахар, яйца. А? Я ей передам. Да, а Дену? Пока ее нету, она на работу, наверное, пошла. Грустные новости я слышал в лесу. Ну. Да. Про Тайсона, Дениса. А что случилось с Денисом? А ему плохо стало наверху. На свалке плохо стало? Ну, в такую же руку работать. И тем более он еще пил. И, видимо, не похмелился, стало плохо. Я пошла на поле, он еще сидел, говорю, пошли там табачку увезли, говорю, иди сигарет набери. А то, что он все время по халтурам там по-разному, и некогда ходить. Дай сигарету, дай сигарету, дай сигарету, дай сигарету, дай. И говорю, пошли наберешь. Говорит, мне плохо. Ну, сидит такой понурый. А с поля прихожу, он уже лежит, смотрю. И куча народа рядом. И просто упал, и все, да? Ну да, пена со рта пошла, запросло, и упал. Эпилепсия? Ну, я же не видела. День, привет! Друг. Друг. Денис какой-то не в настроении. И все, и умер, да? Не ушел, в шестом часу проснулись, сказали. Ну, что-то, насколько я слышал, что он очень долго лежал. Да. Долго лежал, и никто ничего, да? Не, ну, скорую вызвали, скорая приехала, зафиксировала смерть, и уже, кто сказал, по 8-го приехали, за ним, кто сказал, по 11-го. О, ну да. Сколько лежал. Ну, все, иду с этого, с поля, смотрю, лежит. Ну, думаю, что там, ну, кто, лицом вниз. А я говорю, тайсу, ну, говорит, плохо стало, кидануло. Фигеть. Ну, вот, ага, 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 еще минус один. Да капец. Как обесцениваются человеческие жизни, да? Ну. Просто. Там, ну. А что-то у тебя тут около бочки. А это у нас, видишь, как Дениска, камешки нашел. Какой-то вы тут, я думал, ритуал проводите, кстати, красивые очень такие, да? Да, да, а нашел коробочку, там разные камешки были, по технике безопасности песком надо, ну, он красоту Дениса зарабил. Молодцы, кушать готовите? Ну, уже позавтракали. Уже позавтракали? Ну. Молодцы, на работу собираетесь? Да. Еще один случай, еще одна жизнь, а вы все равно на работу. Ну, что, да, а что делать? Самое печальное, что все люди думают, что это не про них, и их это не коснется. И собаки, вы или собаки, когда собаки воют вот так вот, как вы. Привет, Денис. Вон, Денис, сразу с подгоном. Купим. Я могу одну вещь показать, но я не продам. Да? Хорошо, покажи. Я вчера нашла. Покажи. А ушные должны быть, часики, между прочим. Я только дверь закрыл. Дадим Денису денежку, а на рынке продадим. Механика. Какие у нас, смотри. Вот. Ха-ха-ха. Механика забрать. Где-то, что-то не уйдет. А тут уже закрыли. Денис, как твои дела? Хорошо, Ильич. Тезка твой ушел из жизни. Да. Ваши жалко. Жалко. А как мама Илона? Теперь одна там. Она уехала в одной тросте. Все, уехала сразу, да? Так а кто выехал? Никому ничего не сказав, все, собрался. Ну, так а ты представляешь, как она загрустила? Ну, это же сын, как бы, и, ну... И теперь никакой... Ну, сам Денис рассказывал разные вещи. Он же к нам приходил, в карты гулялись, общался. А в смысле рассказывал разные вещи? А он, ну, сказал, что жить не хочет. Хочет быстрее Коли. Все его задолбало. Не, ну, я как-то, когда его навещал, тогда день рождения он собирался отпраздновать. И вообще, в планах было бросить пить. Ну, видишь, не получилось. Не успел. И как раз он умер тогда, когда ты должен был в среду приехать с шашлыками. А что ты не приехал с шашлыками? Нажался бы с шашлыком и пошел бы домой спать. Ну, да. У меня машина сломалась. Видишь, как вот... Ну, видишь. Как оно вот все бывает. Так, сейчас погоди. Даже не знаешь, вовремя или не вовремя, да, день? Да. Капец. А где Ленка? Чечня? Я не знаю. Я ей там тоже посылочку привез. Я не знаю. Как твои дела дела? Нормально все, работаю. А что тут? Работа, бутылочка домой, так. А вон и Ленка идет. Да. Леночка, привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Я тебе вкусняшек привез. Да. Да. Слушай, ну ты трезвая. Я не пью уже 24 дня сегодня. Сколько дней? 24. 24 дня не пьешь? Светленькая какая. Да, надо же как-то организм поддерживать. Молодец. С улыбочкой некая, ну. Всем советую, блядь. Никто не хочет. Не пить? Да. А еще вот Денис, ну. Ну. Умер. Молодой хлопец, да. А я вот не знаю. 35. 35. По-моему, он мне говорил, что собирается отпраздновать. 35 лет. Ну, он мне говорил, я такая не понял это самое. Нам пришли вечером вчера леток, но я не поверил. Потом, потом покажешь, так? А, набор подарочный. Денису подарочный. Покажи, камера. А, ну, красивый. Ну, это нам. Молодцы. Мы же все равно кое-что не будем квартиру или комнату снимать. Да ты что? Да. Ну, пока лето, пока лето здесь. Вот если снимешь или комнату или квартиру, буду помогать, честно. Хорош. Не верю. Не верю, что снимешь, честно. Ну, а что, ну, сколько можно здесь? Я думаю, несколько сот людей бы тебе помогало. Ну, вот сама начни, но я не верю просто, честно. Не обижайся, но не верю. И это время есть. Не верю. Лен, ты веришь, честно? Что-то как-то... 50 на 50. Слабо, да? Ну, ты такая симпатичненькая стала. Да, не пью. Молодец. 20 сколько? Ну, с 5-го числа. С 5-го числа. Да. Сегодня 28-ое, да? 29-ое. Вчера был день пограничников. Да, кстати, да, день пограничников. Ты не пограничник? Не, я, Ленка, вообще не служил. А-а-а, понятно, понятно. Ты знаешь, что хотел? Что? Служить, когда был малой. Было там, ну, в 19, да? А тогда там по определенным обстоятельствам не взяли, а потом в 27 хотели брать. Так уже дети уже куда? Конечно. Уже семья уже. Уже живое детей, да? Да, да. То у тебя дочка и сын, да? Ну. А твой пограничник? Да, вчера как-то пограничился здесь. Да? Буянил? Да, я одни ночевала дома. Люди меня забрали. Вот тут такие вот пироги. А что ты ночевала? А как с ним можно с пограничником? Друг какой-нибудь на заставку? Переходил личные границы, да? Дзен, чайку? Нет, я бриться. Бриться? Молодец. Вот такие пироги. Ясно. Слушай, ну... А так я вчера ездила в город, это самое, на светофор. Ну, пивка захотела, поехала, купила пиво там себе. Так такие хлопцы красивые, в зеленых беретах, блин. Встал и заглядываешь. Девушки такие красивые, все нарядные. Не то, что твой пограничник, лесной, лесной. Ой, мама дорогая, господи. Ты вообще на пост поставил. Ну, я пришел к его пригласил. Все. Его и выгнали в гору за то, что употреблял. Все, это водочка. Так а что ты думаешь, что нет? Он еле ходит. Я говорю, это что горелочка тебя боком уходит. А что нет? Лен, а что думаешь про Тайстина нашего? Может, он не похмелился. Может, о солнце. Кто что говорит, понимаешь? Сам он знает, кто с ним было и как с ним было. А Ленка говорит, на Волучью хихикали. О, минус один. А, ну так, господи. Мама, ты думаешь, что плакала там сильно? Нет. И вот человек пришел ей сказал, что, говорит, Денис, а, говорит, ну просто по культуру пришел, говорит, где документы. Он прийдет, его документы. Он прийдет сам. Он говорит, он не прийдет. Ну, уже... Как-то же сказать надо, да? Да. Она говорит, хоть бы слезинку. Так он лежит, как мне уже потом рассказывали. Он лежит, она пришла, посмотрела и увидела, где пьют, пошла туда сидеть и пьет. Хоть бы накрылась. Это же хлопцы другие, просто его накрыли. Ее не пустили. Мы рядом были, она пришла, ну, она начала плакать. Много. Но, что потом ее... То ли дура, то ли кто-то сказал, что скорая сказала, не трогать вообще, не дотрагиваться ничего. Страшно, страшно. Как лежит, так пускай лежит и не позволили. И все ее посадили. Так вот интересно, кто его хоронить будет. У него уже сестра, оказывается. Да, да. Да. Ну, знаешь, как я тебе скажу, Вася, вот когда умер, да, вот умер Вася, и вот такая неприятная история была, что мне его дочки писали, да, фотографию с похорон сбросили и написали такой текст интересный. Вот, похоронили по-человечески и без помощи всяких типа блогеров. Ну, такое вот, да, хотя я Вася... Типа убежал. Да, поддержал. Хотя, с другой стороны, так на это на все деньги государство выделило, согласись? Ну, да. Да. А то, что когда-то батьку выгнали с хаты и он пошел жить на свалку. Так это забылось. Их не вина. Это забылось очень быстро, понимаешь. Ну, и что вы? А вот никто не думает. Ну, да. Нет, его жалко, конечно. Вася вообще был такой мужик. И он, походу, и Наташку забрал с собой. Ну, вот быстро ж все как-то. Да, не прошло даже 40 дней. Не прошло. Вот такие вот дела. Да что, она зациклилась, ходит, все, бубу-бубу, и Наташка. Ой, на кого он меня оставил, это самое, что мне делать. Одной. Быстро. Да. Быстро. О, Денис, как Дед Мороз. Прикольно. Надо себя поддерживать. Правильно. В человеческом виде. Привез, сегодня привез. Ай, да, комары грызут. Ой, грызут. Ну, потом пойдем. Пакет. Слушай, стою на рынке, и аптечечку маленькую еще человек передал. Кого? Стою на рынке, так человек приходит, маленькую аптечечку, и десятку, так? Да. Вот, а другой человек 20 рублей дал. Ну, я добавил. А, тебе? Я продукты купил. Да. Продукты, ну, бутылочку пью, взял, как обещал. Да. Так, а мне надо 10 рублей. Ну, хорошо, а зачем? Я и пойду в город. Хорошо, без проблем. Да. 20 дней человек не пьет, верить же надо, правильно? Я не пью, серьезно. Поддержим, без проблем. Только пиво вот попью, скажи, Алёна. И знаешь, что? Не пьет. Промороженое уже обожралось, честно. Да. Я думал, что это фур, какое-то мороженое. Такое ощущение, что у меня денег хватило, я бы, наверное, эту тачку самой переделил. И знаешь, что интересно? Не пьет, тарифы падают. Когда пила двадцатку требовала, а сейчас только десятку. Я сейчас могу 15, все, договорился 15. Ё-моё, ты же сказала 10. 15, ты уже договорился, 25 рублей. Не тебе и не мне, 5 тебе и на мороженое. Да? Я дам, вот прямо сейчас. А то люди говорят, никогда не поддерживают. Как это? А и все, знаешь, вот на камеру не показывают. Классно. Сама бери. Нет. Бери вот пятерку. Еще пятерку. Вот. 15. Вот. Все. Никто никогда не верит. Вот, а зачем? Я на камеру никогда так вот, никогда уж на камеру деньги не давал. 34 по 30 давал. А это люди такие, слушай. Ну, ты знаешь, знаешь, какая неверующая. Собака брешет, караваны деть. О. Поговорка есть такая народная, да. Циарь это кто же приносит? Конечно. О, молодец. Конечно. Ну. Ну, поеду куплю, конечно. Ну, и что вы, девчата, думаете? Вот все из леса уходят. Расскажите вы мне. Кто уходит? Вперед ногами? Кто? Все потихонечку. Ну, верь ты мне. Ну, Лен, ну сколько уже? Ну, кому каждому человеку своему суждено прожить, правильно? Согласен. У нас человек, я тебе могу сказать, да, в Гомеле, это был сосед, это он, я даже никогда в жизни не видела, чтобы он не то, что сигарет, он рюмку, вот застолье какой-то, он себе чисто сладкую воду и то негазированную. Вот, мы это раз предложили ему, хоть пригуби, он говорит, если я пригублю, говорит, я сознание теряю, все. Говорит, я не воспринимаю у него организм алкоголь, и что ты думаешь? Хоть и спортом занимался, и качался, и все. 32 года умер. Кошмар. А ты знаешь, что, вот я смотрю. Просто шел, споткнулся, а щебенку, ударился об бордюр головой, и все. Вот интересный факт, да? Вот тебе уже больше 50 лет. 33 года. О, и тебе больше 50 лет. Нет, 50. 50. День, тебе сколько? Отвлеку тебя от важной процедуры. Я блюсь за пенсию. Нет, по брюсе вообще молодой. 44. 44. На Радовницу был на кладбище, так? Да. Я вот что обратил внимание, что меня привело в грусть. Вот у нас у меня в Вязанке, деревня Вязанка, бабушка Янки Купалы, родина. А где это такое? Где родина Янки Купалы? Недалеко. Вот, но не суть. Что меня привело в грусть? Я обратил внимание, что процентов, наверное, 65-70 там, ну, как у меня покойная бабушка говорила, за речкой. Ну, потому что кладбище за речкой находилось, за речкой лежит, да? Все до 50. Серьезно, все до 50. Вот 65% примерно. Я ходил так примерно, вот, на даты смотрел, и все до 50 лет. Так дело в том, что, видите, здесь все перебилось, да? Ты смотри, невысокосный год, и сколько, блин, людей валится. Да. Невысокосный. За что-то Бог вас любит, вы уже за 50 пережили. Дай Бог, а и живите долго. Нет, дело в том, что... Живите долго, как говорится. Нет, дело в том, что я тебе могу сказать. Я не буду скрывать, у меня мальчик тоже, как бы сейчас сказать, очень любил употреблять. Да. Уже 69 лет умерло. Ого, видишь. Может, потому что в венах вместо крови спирт сочетает, болезни не берут. Лен, как думаешь? А прабабка моя умерла, это самое, 3 месяца не хватило до 102. 102? Да, 102. Если бы то ее сын бы не вылил бы в самогонку, сазонность. Сазонность. А я сыра кусочек привез, она же просила сыр, ну кусок, кусочек, говорю. Плакала в прошлый раз сыра привези, понимаешь? Так вот, я тебе скажу, если бы я не был этот талючий, он бы дал бы похмелиться, то, как считается, мой двоюродный дед. Дал бы ей похмелиться. А то на глазах у нее, она, кстати, не продавала, она чисто для себя гнала. Ну, это уже давно было, гнала. Там огород помочь. И вот я никогда не видел, чтобы она на автобус или на троллейбус ездила. Она все пешком ходила. У нее, помню, у нее столько клубники было, ой-ой-ой, разных сортов. Она вот так вот, сорт 1, сорт 2, вот, и перегораживала вот так вот. Она луковская, как раньше, помню, оденила сзади, и два ведра. На меня и Лену поехали. Я говорю, так ты едешь, если я тебя встречу? Она боялась, на автобус садится. Она может со мной сесть, я его говорю, она все равно сейчас вот раз уже вышла и рукой мне махает. Ленка, а ты на работу теперь не ходишь? Вот должна сегодня идти, но у меня сегодня дело там в городе. Должна идти на работу, но у меня сегодня дело есть. Молодец. Паделя, пыльники, дядя. Не, ну там серьезное дело, надо будет в город ехать. Да? Если ты там, я когда деньги, деньги мне дал, я купила мать, уже по-тфу, проходят. О, видишь как? Да. Хорошо, что... А я еще добавил свою пятерку. Да? Да, оказывается, я думал, это самое, 20 рублей, как мне сказали. 25 с копейками. Хорошо, что идет на пользу. А ты эстафету такой принять не хочешь? Знаете, ты не жадостью дал. Трезвости, эстафета трезвости, летняя эстафета трезвости. Ну я когда пью, когда не пью. Хотелось бы. Хотелось бы. Чтоб совсем без капли. Литрами. Капли иногда все равно пропустаются. А мне даже, я вот смотрю, у меня морковь, у меня там сразу начинается... Погляди, погляди, вот такая она стала, светленькая вся, морщинки растягиваются. Хорошо ж выглядит, но... Ноги прошли. Ну. Это самое главное. Во. Пойдешь в магазин, мы тебе мужчину красивого найдем. Да, Денис? Найдем, Ленке, твоей мужчину красивого? Ну что, мы захочем? Конечно, захочет. Не, ну после твоих роз, конечно, не знаю, тут еще. Какого фитала дошел? Ой, я не знаю. Я эту фразу, где моя, моя, ну долго буду вспоминать, долго. Да. Жизнь пройти не поле. Жизнь прожить не поле перейти, да? Угу. Тяжелый случай. Мало уже в лесу людей осталось? Очень мало. Ну там же ж на работу и поехали на халпурцы, на работу. К цыганам? Ага. К цыганям? Много там наработают. Ну кто-то говорил, звонили им. Ну да, когда вот хоть поднимался я на лавку. Вот когда ты меня взял. Так это самое. Так говорили, нравится им там. Глянь, что делает, ну глянь. Гром, гром. На, на, на. Пограничник. Зави его. Сидеть, сидеть, сидеть. Смотри, он слухает. Вот так. Дашь мне лапу? Давай честь. Вот так, молодец. Умница. Папа, скажи, надо мной издевается, да? Шутит папа так с тобой. Послушно, да. Да, природа у вас тут. Ой, уже с одной стороны и надо дождь, с одной стороны и не надо, правда? Я вот земляничка уже подвянула. Уже ягодчики такие маленькие зеленички. Земляники? Да. Скоро пойдет. Я смотрю, Ленка грядку свою огородила. Дай-ка покажу. Собаки. Он же картошка за собаки. Интересно, ну глянь. Глянь, тут кустик картошечки. Там кустик. Лучок. Так когда, говоришь, Лен, будете квартиру или комнату снимать? Надо, ну как планируем, сентябрь-коктябрь пока еще, ну как соберем сумму. А там же пойдут эти студенты. В августе же они же уже будут как бы сами искать. Да, да. А вы начали собирать или еще нет? Ну то, что мы собираем, мы потом в город на магазин съедим или в кафетерий. Прохи сумма есть. Оставляем, ну на дорогу оставляем. В кафетерии было, мне понравились пирожки. Блинчики вкусные. Нет, блинчики я не хотела. С класаной капустой и с грибами. О, класс. Субанах тут вообще дешево все стоит в этом, да? Ой, мне вообще так понравилось. По рублю. Я один взял с пивом, потом побежал и все купил. С пивом. Главное спим. С пивом. А там холодненько, жарко было, только холодно. Да. Как там наш Саша? Приходит, буянит, нет? Да не ходит. Не ходит? Я ему сказал, что выложил тебе интернет. Да, он больше не ходит, да? Да, ты ему скажи, скажи. У нас Витя на дереве камеру повесил. Так он не будет ходить. Ну да. Сразу отвадится. Как теперь на валу, жарко? Вообще не наносил. Невозможно. А заработать, заработать получается, что ж? Ну получается, тем более, если тару собираешь. Сколько двоек за день вытягиваете? Ну вчера надо было на дорогу мне сегодня, но на дорогу-то оно все равно мне надо ехать в город. Ну двадцатку и заработали? Да. А ты пока не ходишь? Правильно. Я не переношу зару. Птички, природа. Ну я в зонтике, под зонтиком, если совсем, серовато, а сяду уже, сяду уже под зонтиком трошки, потом. Если уже совсем плохо, уже все, собираемся уже. Я была в Гомеле, когда на валу работала. Тоже жара такая. Ой-ой-ой. Сознание потеряла, блин. Меня люди водой спасали. Потом отправили, блин, в лес. Обалдеть. Да, от жары так. Я очень боюсь этой жары. А когда в больницу ее положили, лежала в больницу, за кардиограмму сердца, они сказали, говорит, Мия. Вот. Я ее зару не перевариваю. Мне надо, если что... Я была, мокрую майку намачивала и шла. Пока я вот, забор перелезла, уже усохла майка. Я не хожу уже, что-то. Правильно, правильно. Здоровее, как говорится, будешь. Только как таясь он, блин. Конечно, жалко. Он такой безобидный был. Ну, он хороший хлопец был, правда. Пил много, конечно. Я его знал, наверное, не знаю, еще с малолетства, честно. Со старой свалки я себе знаком был. Жалко. Но пил он безбожно. Он пил и тогда, и теперь пил. Такой. Ну, безобидный был хлопец. Безобидный, да. Да. У нас фотки есть. Успелось с ним сфоткаться. Да. У меня видео даже есть. Его? Да. Вот один раз удалось тоже взять интервью, так сказать. Осталось. Мама сейчас ушла опять трясти не сужить. Ты же понимаешь, это был родный сын. А так вот кому она чужому нужна, правда? Ну, да. Хотя вот, хотя бы тут бы осталось. Топи воды принес. Да нет. Топи там хотя бы нашему дрову принес. Хотя бы она, хотя она и сама и пилила. Сколько раз и сухостой валяется, она пойдет на ножовку. Трошку двигалась, да? Да. Ой, грустно, конечно. Да. А хохол здорово идти. Тут тяновал пошли, не видели? Не видел. Заехать, да и гостя интересно. Там собака ехдурная была. О, глянь, кто идет. Это твой. Сейчас будет роветь. Будет? Не знаю. Ну, мы его туда подснимем. А он пьяный не здесь. Здорово. Нет, трезвый. Где он трезвый? Трезвый? Я с тобой не общаюсь. А, я понял. А чего? Ты камеру свою, блядь, спрашивай. Иди вообще отсюда. Мой праздник вчера, блядь, да. Ты пограничник, да? А ты что? Ну, с праздником тебя, с прошедшим. Да он пьяный глянь. Береги границы леса нашего. Пошел, пошел. Увидел, что я с телефоном сижу, сразу пошел, видишь как? А типа он тебя не узнал. Ага. Сразу заулыбался, а потом такой думает, нет. Да пьяный глянь. Да? С утра. Ну, а где он взял? Как? Он же вчера, что я ему вчера бутылку эту покупал, эту медовуху, эту смертью. Как с таким жить? А вот так вот. Ну, мы ужинали, он к нам подходил через микрофон, я такой поздравлял по вранеческому слушаю. А когда я жил микрофон, а где он взял микрофон? Вон к нам подходил, мне три рюнки его налили. А микрофон где взял? Микрофон мы, у нас микрофон. Ага. Ну, такой музыкальный. Я там одну вещь нашла на валу, а человек нашел микрофон. И мы с ним поменялись. Он и микрофон, и... Песни петь. А, так у какого у тебя было, да? И песни петь, и радио там. А, ну. Микрофон колол. Ну, я понял. Прикольно, прикольно. Да. Вот такие пироги. Грустно. А что-то ты камни сюда положил? Глянь, да красивых же эти. Денис нашел. Камушки. Грустно. Становится вас тут все меньше и меньше. Ой, побольше, скоро новых. Наверное, образцы. Да не, дай бог новых уже не появится. Не, мы к своим привыкли уже, правда? Дай бог новых, я думаю, тут уже не появится. Уже столько видео снято. Ну, и убрали его. Ну, и слава богу. Этот блин, этот... Ну, Олег это. То ли Олег, то ли не Олег. То Олег он, то с Гомеля, то с Могилёва, то все откуда-то там. Короче, хер понятчик, откуда он. Пришел свои права качать. Да. Страшное дело. День, ты не мог на место поставить? Так мы его и поставили. Да? Но. Больше его никто не видел. Да. Нет, иди, 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 и все. А потом кто-то сказал, говорит, его видели в городке, он там же какой-то бабе какой-то прозвонился. Во, блин. Ну. Ясно. Че ты лыбишься, а? Плакать надо. Да ему так надавали, бабе-то вне, что за него такая морда была. А кто его надавал, я хер его знаю. Я знаю, да я не скажу. Меня он не пустил. Страшное дело у вас тут у Леся. А если бы забили? Да. Не? Аккуратно? Аккуратно. Проучить. Кошмар. Что на завтрак сегодня было хоть? Макароны по-флотски. Макароны по-флотски. Остатки вчерашней роскоши. А у меня было кофе. Ну, вчера готовили, вчера одни поели, сегодня другие. Борщик. Ну, борщик вот я вскипятил, чтобы он не испортился, чтобы небольшая копили. Килограмм. Килограмм, да. Хорошо. Так что, когда в сентябре будем с леса уходить? Или в августе? В сентябре, Денис. Ну, если сентябрь, как в том году, тепло будет. Так я же тебе говорю, в августе будут студенты снимать себе квартиру. Студенты в августе снимать. А что не хотите барак идти жить? Уже пожили. Ну, надо пробовать, ну что? Поехали, порядок навели. Порядок это... Ну, с сыном же можно поговорить. Сколько? Так на трезвую просто надо разговаривать. На трезвую. Ага, на трезвую. Пускай приходит, живет. Ну, Денис уже сказал, что спасибо, пожил. Откуда я знаю, что, может быть, завихрение возойдет у Артура или не зайдет? Я-то могу-то думаю. Ленка, а ты будешь грустить, если они с леса уйдут? Я еще рада буду. Чего? А что? А что ты тут одна будешь? Леса освободится, как выронит, сюда пойду спать. О. Ну, а что? Не буду повесить меня опять. Тебе тут уже жил площадь, знаешь, целая... Да. Там хата, тут хата. Да. И там, и там, и ой. В аренду, может, сдашь кому? Не, за мой маловодок. Глянь. Ой, весело. Ладно, пойду в вашу гостиницу передавать. Да пойду я тоже хочу что-нибудь сегодня поискать. Хоть и жарко, конечно. Можно забрать петушка. Но поищу. Да не, ну, Ленка. Хай радует тут стол красивый. Какого петушка? Спасибо за субтитры Алексею Дорогу.